Пути решения экологических проблем не так уж и просты и займут довольно длительный период. Прежде всего, в регионе необходимо закрыть и рекультивировать полигоны, поставить на кадастровый учет природные зоны, расчистить реки. Жители Подмосковья называют проблему загрязнения водоемов одной из самых основных. В этом году Московская область впервые вошла в федеральную программу экореабилитации малых рек. Александр Коган также отметил, что к концу 2016 года будет предложена программа по модернизации очистных сооружений. У нас существуют очистные сооружения, которые не модернизировались на протяжении нескольких десятков лет. И для того, чтобы приступить к расчистке водных объектов, руселек, экологической реабилитации водных объектов, нам необходимо в первую очередь разобраться с очистными сооружениями. В связи с этим Андрей Юрьевич, когда говорил о том, что нам необходимо экореабилитировать водные объекты, задача номер один – мониторить все очистные сооружения. По словам министра экологии, закрытие полигонов твердых бытовых отходов – дело не одного дня. Но уже сейчас достигнуты большие результаты. Из 39 полигонов закрыто 16. 14 на очереди. Жители Одинцовского района очень беспокоит ситуация в Пронском. Здесь проводилась рекультивация карьеры отхода им не только пятого класса опасности, но и четвертого. Александр Коган пообещал инициативной группе помочь. Необходимость создать систему контроля. Для этого мы предлагаем установить несколько камер и поставить КПП. На КПП поставить ЧОП, то есть охранную организацию, которая по большому счету будет контролировать сообщественностью. По словам Иванова, вопросы экологии и укрепления экономического потенциала находятся в непосредственной связи друг с другом. Тема экологии, особенно для нашего района, очень актуальна. Наш район не просто так называют легкими Москвой. У нас всего 29 крупных предприятий, из них нет ни одного вредного производства. И здесь никогда его не будет. У нас есть четкое понимание, дорожная карта. В каждом поселении мы создаем лесопарковые зоны, парковые зоны. Глава района подчеркнул, что в ближайшее время необходимо заполнить кадастр отходов, а также ускорить работу по получению лицензий на скважины ресурсных предприятий, занимающихся водой. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Депромская.